...косметикой. Конечно, не все складывалось легко, не все было просто. Начинался бизнес, естественно, более в трудности. И в один такой трудный момент, эта женщина решила доказать. Доказать своему мужу, своей второй половине, что этот бизнес действительно работает. Потому что муж ей просто не верил. Она обратилась за помощью и советом своему спонсору. Они приняли решение активно поработать месяц. И через месяц она принесла мужу достойный чек. Активно поработав один месяц, эта женщина не остановилась. Она продолжала начатое дело. И в результате она смогла посетить Америку не сама, а в компании со своим выращенным директором. Да, часто такое бывает, что начинает женщина бизнес. Это вообще иногда происходит травм на глазах мужчин. И мужья, подсмеиваясь, говорят, ну как там твой бизнес? А когда она мощно стартует и теряет успех, а начинаются другие вопросы. Ну как там наш бизнес? Встречайте! Директор и секрет компании Деппинка Валентина! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 тот, который спотнулся, упал и снова пошел вперед. Посмотрел на свои ошибки, проанализировал, как сказала Алия, и снова пошел вперед. С того успешного человека отличает то, сколько раз он поднялся. Поэтому я рекомендую и желаю вам обязательно продвигаться вперед, не останавливаться на достигнутом. Потому что я знаю, что здесь в нашем бизнесе, конечно, есть и взлет, и падение, и есть торможение, и есть просто ровная полоса. Но имея цель и двигаясь к ней, вы обязательно достигнете того, чего хотите. Но это я уже знаю по себе, потому что цель, конечно, вот доказать не буду, она как-то у меня все время шла в те эти годы. И, наконец-то, когда я закрывала лидера менеджера, я ему показала стейкмент, у него открылась челюсть, потом закрылась, и он перестал больше взглядствовать то, что я поздно приходила, то, что я ездила на мероприятия, то, что я долго проводила домашние дужки и так далее. То есть он потихоньку надо будет в боку смотреть в мою сторону, потому что бизнес, который не воспринимал, он не верил, что я могу достичь. Он не верил, что эта компания серьезная, потому что у нас это немного было таких шампаний, одноделок, которые обманывали людей. И вот, конечно, слушая своих друзей, он, конечно, на этом был зациклен. Но я смогла его доказать, и поэтому он, конечно, уже начал немножко прислушиваться, присматриваться, но когда он поехал во мне, я не помню. Это надо просто было его видеть. Конечно, мы так сильно эмоционально сойдем, но когда мы оставались вдвоем, знаете, действительно, вы знаете, высокое выражение «крышу снесло», да? Вот то же самое произошло с ним. Если я была уверена и сейчас, и вообще в этой компании, уверена в тех руководителях, в директорах, я была уверена и в качестве продукта, на все 50% процентов, понимаете, для меня неважно, если было как-то, ну, хотелось поехать в Америку все посмотреть, но чтобы именно удостовериться, у меня такого не было. Мне было интересно вот все-таки привезти, можно сказать, вот смотри, то, что я тебе говорила, что действительно и происходит. Действительно, посмотрев на производство, пообщавшись с американцами, он сказал, да, это настоящая семья, то есть это те люди, которые принимают вас как партнеров. Вот это вот отношение американского руководства компании, к нам, к кому приехали, то, что мы делаем такую прекрасную работу, помогаем людям и оздоравливаем, и то, что всем рассказываем о возможностях нашей компании, за это нас благодарили, нас же директорами салонным рынком, и в районе есть, и в Север, то есть они все время говорили слова благодарности, они нас поддерживали, то есть нигде, на такие вот длинный сериал, они были с нами, и они благодарили нас за нашу прекрасную работу, то есть их отношение, вот оно, ну, просто приятно оставалось в душе. Поэтому американская поездка, как говорят, ну, не передать словами. И это прошло как одно мгновение. Я вот сейчас начинаю как бы перекручивать назад все, что видела, но это мгновение, понимаете? Оно осталось так быстро, налетели 10 дней, и сейчас потихоньку начинают вытаскивать там с уголков, что, когда и где, и как вроде бы снова там побываешь. Вот, понравилось, конечно же, очень обучение, то есть нас познакомили все рестораны, которые отвечали за институтный маркетинг, которые отвечали за производство, то есть всю команду, которая именно работает с нашим рынком. обучение прошло в таком вот тоже быстром темпе, информация была дана как бы та же самая, что и мы здесь рассказываем вам. То есть мы рассказываем о том, что здесь надо начинать как бы рекомендуем начинать с теплого рынка, друзей знакомых, что с кем продолжать идти на холодный рынок, некоторые идут сразу на холодный рынок, то есть говорить везде, где есть люди, и не уходить с того места, не превратив людей, общаться, везде говорить людьми, рассказывать их, знакомить их с возможностями, с бизнесом, с нашей продукцией, конечно, разнать свою историю, потому что бизнес сетевой, это бизнес истории. Не рассказать себе, человек, возможно, вам сразу и не поверит, но иногда рассказать искренне о своей истории, и дальше знакомый человек, конечно же, задумается о вашей истории, подумает, конечно же, о себе и сделает выгоды. И я знаю, что очень много людей, потому что вначале вашу историю может быть сразу не присоединяться, но в дальнейшем поверьте очень много случаев, когда человек несколько лет крутил виска и говорил, что это все ерунда, что это вас обманывают, вас воспользуются, заражения и так далее. Но через несколько лет он присоединяется к нам. Представляете, потерял несколько лет того, что мог бы уже быть успешным человеком, человек сейчас присоединяется к нам. Это очень приятно, что люди приходят к одному мнению, что это действительно то, что необходимо всем, всем и всем. Ведь здоровье – это самое главное. Но здоровье, конечно же, рядом идет и богатство. Здоровье, красота, спасатство – это те слова, которые нужны каждому человеку, вы согласны со мной. То есть любой человек хочет это все иметь. И поэтому, если вы будете заниматься своим любым делом, и, конечно же, иметь желание преуспеть здесь, у вас все получится. Экстезиазм вас поддерживает. Верность нашей компании, нашему делу, опять же, очень приходится в работе с вашей командой, с вашей структурой. Обучение. Обучение без него невозможно стать директором-ассистентом. Потому что посещая постоянно эти презентации, посещая эти школы, каждый раз, вот я столько лет хожу на эти презентации, на школы, каждый раз что-то новое для себя приобретаю, потому что люди растут, рассказывают истории, рассказывают свои результаты и, конечно же, обдают частичку себя. И вы берете что-то для себя новое. И я думаю, что без обучения человек не может стать директором-ассистентом, директором-консультантом, еще на самом деле директором, потому что это самое главное. Хочется обратить внимание, это вот я рассказываю о той школе, которую нам давали информацию, хочется обратить внимание, тоже директором-консультантом, рассказываю, что останавливайтесь, то есть сортируйте людей, работайте с теми, кто хочет, кто готов изменить свою жизнь к лучшему, которые готовы идти за вами, обучаться, рассказывать, делать то, что вы говорите, даже как-то дублицируя эту систему, систему статистического бизнеса. И меньше, как бы, вначале останавливаться на тех людей, которые пришли просто потребителями. То есть фильтруйте именно тех людей, с которыми надо уделить больше внимания. А некоторые вначале, возможно, продукт-ориентированные люди вначале пользуются продукцией, получают результаты и только потом у них срабатывают. Здесь можно зарабатывать деньги. Я пришла как потребитель, я стала бизнесом, чтобы не занялась, хотя и любила сетевой маркетинг. И, возможно, вот продвижение по раму немножко задержалось, мне бы хотелось быстрее закроить. Но так же я пришла просто потребителем, бизнесом немножко позже занялась. Но все равно посещала занятия, посещала презентации. Значит, самое главное, четыре шага успеха. Это начало. Начало – это создание своей команды, создание фундамента, основы своей, на которую можно опереться и которая в дальнейшем дает вам рост вашей структуры, рост вашего дома. Второе – это то, что вам необходимо рассказывать, знать о продукции, о возможности от компании и рассказывать. Рассказывать везде. Берите только людей, не выходите, не оставив информации. Обязательно найдите тех людей, которые бы вы хотели, чтобы они были в вашей команде. И обязательно вы в них остановитесь. Я давно работаю по холодному рынку, хотя начинала по теплому рынку, со списка знакомых. А по холодному рынку я очень люблю знакомиться с людьми. И, соответственно, вы видите, но я не могу не подарить вам информацию, обязательно оставляю свою визитку. Сейчас, в Северике, я вот на каждом шагу уже начинаю все больше и больше тестовать к людям. Не знаю, если не думать обо мне, но я как бы в каждой солиции людей кого-то нахожу, который неприятен и с ним знакомлюсь. Обучение, рассказ о продукции, рассказ о возможностях, потом работа со своей командой, то есть обучение, обучение, еще раз обучение и продвижение по карьерной лестнице. То есть вот эти вот четыре шага к успеху, они обязательно вас приведут к тем рамам, которые вы себе запланировали. Будьте успешны и общайтесь с успешными людьми. Делайте успешных своих людей. Вы успешны будете обязательно. Вот немножко хочу рассказать о Америке. Мне очень понравился штат в Дюкан. Он такой тихий, скромный, чистый, такие шелккие улицы с красивыми такими домиками. Чистота, такой свежий воздух, потому что она лежит как раз в равнине, а вокруг окружают горы. Горы я укрепилась несколько лет назад, когда была первый раз закопана, и поэтому сейчас горы для меня... Они на каждой фотографии эти горы мне очень понравились. Мы заставлялись так много, и быстренько фотографировали, и просили пейзаж и так далее. Вот, поэтому штат в Дюкан мне очень понравился. Он такой чистенький, тихий, немного люди. У нас людей очень мало, но когда мы приехали, вот наша команда, у нас, конечно, было сложно. И на ресепшене, и в доме были. Вот, потому что вот эта вот атмосфера доброжелательности и наши активные действия, ну, не оставили равнодушны никого, и поэтому вот у нас всегда как бы было много людей. Производство, тут нет слов. Очень все, то, что я верила, видела и знала, не то, что вот всегда, то, что мне было приятно там побывать. Приятно было поработать в лаборатории, потому что мы делали капсулы, мы делали эксперименты, это нас все как бы разрешили. Вот, это мы поучаствовали, мы себе даже по баночке капсул сделали, бронхолючная система. Вот, и мне понравились офисы. Это, опять же же, приятное отношение тех сотрудников офисов, которые там были по-межнородные и американские, опять же, и приятное к нам отношение. Улыбка, бай-бай и так далее. То есть, это, вот это вот, живью, это такой прекрасный человечек, что я не могу вам предать. Он так со всеми снимался, целовался, со всеми прижимал. Была, и любым подарком, любым, с ним мы разговаривали через перебучих, а то есть, он был рад, улыбался, целый, что не ходило с его лица. То есть, он был рад, что мы приехали. Вот, это вот, его отношение, опять же, очень приятно отразилось в нашей душе. Вот, когда приехали в Лос-Легас, ну, это совсем другое, по сравнению, штат Алига. Там жизнь бордила, там все такое красивое. Там не успевали, куда бы что посмотреть. Сколько надо было посмотреть? Ну, у нас времени, просто, не знали, куда бежать. То ли эту ластницу посмотреть, то ли эту, то ли вечером посмотреть, как красиво светится, видеть какие мероприятия, какие шоу. Компания нас облагали за тем, чтобы была на сна шоу КА. Это такое телевизище, ребята, я никогда такого не видела. Замирало сердце. Такое, ну, это не только словами, но вот, если не снимается, и не показывается нигде, и, ну, такое шоу, которое топор в Лос-Легасе. Я рекомендую вам поехать туда его и посмотреть, потому что его передать просто невозможно. Это захватывает дух. Вот на одном дыхании его смотрю. Это такое необыкновенное там движение и на сцене, и этих людей, и такие петруки, и что просто вот, а открыл глаза, и невозможно их было как бы закрыть, и только и смотрел, как профессионально они работают, и какое достижение науки и техник. Вы даже этого не можете представить. Вот. И течение, вот, ну, знаете, действительно многие говорят, не передать там, надо побывать, ощутить вот эту вот атмосферу доброжелательности, атмосферу приятных воспоминаний. То, что у нас команда была, конечно, это супер. Без команды, нам было, наверное, там скучно. Тех людей, которые приезжают просто вдвоем, я думаю, было бы скучно. Нам было весело. И, конечно же, я очень благодарна своей структуре, потому что достигну такого рамы перед своей асистентом, это все благодаря своей структуре. Сама бы я тоже никогда не дознатила. Я вам очень всем благодарна. Я желаю вам как можно быстрее попасть на это мероприятие. И когда мы там, в Америке, видели все это прекрасное, каждый раз хотелось, чтобы кто-то был еще с моей структурой. Моей структурой были директора этого моря Виталия Алексеевна, они об этом расскажут. Но хотелось бы, чтобы каждый год по две-по-три пары моей лично директорской структуры посещали это мероприятие. Как приятно смотреть, когда люди получали такое же удовольствие, которое получила я. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.